Друзья, всем привет! С вами снова Азат. Вы находитесь на канале Автосправочная. Как я уже рассказывал ранее, летом еще прошлого, 2023 года, в Госдуму был внесен законопроект, которым предполагалось увеличить лимит выплаты по ОСАГО в некоторых видах ДТП. Речь идет об авариях, которые оформляются по так называемому Европротоколу, то есть без участия сотрудников ГИБДД. Для оформления Европротокола на сегодняшний день, в 2024 году, существует несколько условий. Во-первых, участниками ДТП должны быть только два автомобиля. У каждого из водителей должен быть действующий полис ОСАГО. ДТП не должно быть пострадавших ни среди пешеходов, ни среди водителей, ни среди пассажиров. Кроме того, не должно пострадать имущество третьих лиц. Соответственно, при выполнении этих условий водители могут, не вызывая ГИБДД, самостоятельно оформить извещение о ДТП, и пострадавший может обратиться в страховую компанию за получением возмещения нанесенного ущерба. Оформить Европротокол на сегодняшний день можно как в традиционном бумажном виде. При оформлении полиса ОСАГО в страховой компании вы получаете на руки бумажный бланк извещения о ДТП, которые как раз-таки необходимы при оформлении Европротокола, либо уже несколько лет действует возможность электронного оформления Европротокола, используя, например, такое приложение, как Госуслуги Авто, либо фирменное приложение самих страховых компаний, которые интегрированы с госуслугами. Соответственно, при наличии такого приложения, вы прямо в нем можете произвести фотофиксацию вместо ДТП с привязкой к координатам, а также заполнить все электронные документы. Если произведена фотофиксация и у участников аварии нет никаких разногласий по обстоятельствам ДТП, в таком случае максимальный лимит выплаты по Европротоколу равен максимальному размеру выплаты по ОСАГО. Это 400 000 рублей. Если же фотофиксация не произведена, но разногласий при этом нет, или же наоборот, произведена фотофиксация, но у участников есть разногласия по обстоятельствам ДТП, В таком случае максимальный лимит выплаты по ОСАГО по европротоколу составляет всего 100 000 рублей. Согласно же тексту внесенного в Госдуму законопроекта, этот минимальный лимит предлагается увеличить в два раза. Вместо суммы 100 000 рублей будет действовать сумма 200 000 рублей. Как полагают авторы законопроекта, это позволит получить сразу несколько положительных эффектов. Во-первых, снизится нагрузка на сотрудников госавтоинспекции. Во-вторых, снизятся пробки, заторы на дорогах из-за водителей, которые часами ожидают приезда автоинспектора для оформления ДТП. Кстати, если вам нужно выгодно оформить электронный полис ОСАГО, сделать это вы можете по ссылке в описании. Текст законопроекта концептуально уже поддержали в правительстве и в профильном комитете Госдумы. Однако оба этих ведомства поддержали его только с тем условием, что будут приняты меры для снижения возможного риска мошенничества в связи с увеличением выплат. В частности, и правительство, и комитет Госдумы предлагают дать возможность всем страховым компаниям в режиме онлайн получать информацию с дорожных камер, которые фиксируют, соответственно, как нарушителей, так и просто картинку. Видеозапись с места происшествия, соответственно, можно это видео затем получить, сверить обстоятельства возникновения ДТП, то есть не было ли там какой-то автоподставы, либо вообще искусственного ДТП между двумя участниками и тому подобное. Первое чтение законопроекта было запланировано изначально на 18 июня 2024 года, но рассмотреть его не успели. Отложили на 25 июня, опять не успели рассмотреть. Но в итоге сегодня все-таки до рассмотрения этого документа депутаты дошли и поправки поддержали в первом чтении Госдумы. Второй законопроект, который касается прав автомобилистов, мы его тоже поддержим. Вопрос касается увеличения сумм выплат при оформлении ДТП без участия сотрудников полиции, так называемый в народе европротокол. Кстати, если взять историю этого вопроса, то именно ЛДПР эту тему продвигало, и потом это решение было принято, как обычно, по другим авторствам, но самое главное, это было реализовано. Сегодня многие автомобилисты, несмотря на то, что европротокол у нас работает, они боятся оформлять без приглашения сотрудников полиции, потому как отдельные страховые компании потом пытаются признать нестраховым случаем то или иное ДТП. Поэтому в этой части должен быть дополнительный контроль. Страховые компании заметно меняют свое отношение в последнее время, в последние годы, в том числе благодаря активной и постоянной дискуссии в стенах Государственной Думы под давлением наших законодательных инициатив от лица фракции ЛДПР. Многие наши инициативы были поддержаны, приняты, за что мы благодарим и Центральной Банкой, и правительство, и партию большинства, но проблем остается много. Что касается европротокола, с учетом того, что у нас система фото-видео фиксации разрушает систему ГАИ, у нас все меньше и меньше сотрудников, которые имеют возможность приехать по вызову, автомобилистам часто приходится ждать часами приезда для того, чтобы зафиксировать ДТП соответствующее. Поэтому правильно, что европротокол и сумму компенсации увеличивают, и нам вообще надо взять за основу заграничный опыт. Столкнулись две машины, обменялись данными, передали все в страховые компании, и вообще не болит голова у автовладельца. Ему, если нужно, дают альтернативное транспортное средство на период ремонта его поврежденного транспортного средства. Вот так работает нормальная система компенсации помощи и страхования автогражданской ответственности. Мы к этому придем, но спустя лет 10. А так мы этот законопроект, конечно, поддержим. Соответственно, теперь в течение 30 дней к документу принимаются предложения, замечания и дополнения, после чего должно состояться уже второе чтение в Госдуме. Чем же закончится рассмотрение этих поправок, я продолжу рассказывать на страницах моего канала. Чтобы не пропустить следующие видеоролики, не забудьте подписаться на этот канал, а также на мой телеграм-канал. Ссылку я оставлю в описании. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Своим мнением по этому поводу вы, как обычно, можете поделиться в комментариях. Желаю всем безопасных дорог и всем пока!